Военно-биологическая деятельность США на территории Грузии – возможные последствия для России и Южной Осетии. В Вегастинском государственном университете прошел круглый стол по обозначенной теме. Предваряя работу круглого стола, ректор Йогу Вадим Тадеев обратился с приветственным словом к участникам, обозначив актуальность, вынесенной на обсуждение темы. Тема круглого стола актуальна, она нас всех волнует. Ситуация, связанная с этими лабораториями, которые есть на территории Грузии, на территории Украины и во многих странах мира. Понятно, что та ситуация, которая сложилась вокруг нашей страны в 90-е годы, последующие, она держит нас в напряжении. И для нас важно знать в деталях, чем занимается лаборатория, которая сегодня функционирует на территории Грузии в плане создания или разработки биологического оружия. Оружие для того, чтобы уничтожать противника. Для них сегодня противником является как Южная Осетия, так и Российская Федерация. Я хочу выразить признательность факультету химии, биологии, психологии, кафедре литологии нашего университета за активное участие в работе круглого стола. Отдельное спасибо Лане Алановне за организацию. Я уверен, что все доклады, которые сегодня прозвучат, они все будут интересные. И, как мы это делаем уже регулярно, все эти доклады будут опубликованы. Модератор конференции, заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники Йогу Лана Гоглоева, отметила важность обсуждаемого вопроса в свете происходящих в мире событий. Биологический терроризм как угроза национальной безопасности на Южном Кавказе. Тема, которую вынесла на обсуждение преподаватель кафедры политологии и социологии Йогу Анна Гогева. Последние годы в средствах массовой информации стали появляться сведения о том, что Соединенные Штаты весьма активно открывают на территории приграничных с Россией государств военно-биологические лаборатории. Есть основания предполагать, что задачи, решаемые Вашингтоном, сводятся к выстраиванию опорных точек военно-биологической инфраструктуры с целью создания глобальной сети биологического нападения. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, из-за нарастающего влияния России, Китая и Ирана. Во-вторых, из-за боязни предположительного смещения вектора лидерства Соединенных Штатов Америки на Европейский Союз в главе с Германией. Третьих, для усиления влияния на мировое сообщество не только с помощью экономических и политических инструментов, но и биологических. Глобальный пояс американской биологической угрозы включает лаборатории на территории 25 стран. В странах бывшего СССР наиболее показателен исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Центр Лугара в Грузии является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы Соединенных Штатов Америки на постсоветском пространстве. То есть Пентагон изучает новые мутирующие вирусы в каждом конкретном регионе. То есть это и Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. То есть развитие этих военно-биологических лабораторий продолжается. Управляет этой работой одно из подразделений Пентагона, агентство по снижению угроз обороны, Defense Trade Reduction Agency. Наверное, многих интересует вопрос, почему Соединенные Штаты Америки выбрали Грузию для строительства лаборатории. Во-первых, был расчет, что общество Грузии не будет задавать лишних вопросов. А второе, безусловно, это стратегическое местоположение. Грузия весьма удобна с точки зрения искусственного распространения патогенных организмов. То есть на севере она граничит с Россией, на юге она граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном. Стоит еще сказать о том, что такие лаборатории апокалипсиса, они предназначены для тех государств, правительства которых не в состоянии обеспечить несобственный суверенитет, небезопасность собственных граждан и недобрососедские отношения с другими странами. Население самой Грузии для военных биологов Соединенных Штатов Америки действительно служит экспериментальной площадкой, но их главной целью является, конечно же, прежде всего Россия, Южная Осетия, Абхазия, куда уходит их каждая очередная эпидемия. И деятельность биологической лаборатории в Грузии представляет угрозу жизни и здоровью народа Южной Осетии, так как объект находится в непосредственной близости от нашего государства. Вообще хочется сказать, что основная цель вообще биотерроризма – это проведение диверсионных акций, это подрыв экономики, ущерб экономике путем, каким путем? Путем уничтожения поголовья скота, к примеру, и человеческому потенциалу других стран, то есть через снижение иммунитета, способности к воспроизводству. Если учесть, какой ущерб экономике Южной Осетии, Абхазии, южных регионов России нанесли различного рода эпидемии, можно сделать вывод, что на данном этапе военные биологи Соединенных Штатов Америки справляются со своей задачей очень хорошо. По сути, США превратила Грузию в крупнейший центр биологических исследований, объединив свои военные задачи в области разработки биологического оружия с возможностями так называемых центров по контролю над заболеваниями. Констатировала в своем докладе по теме «Лаборатория Лугара» «Центр по созданию потенциально новых агентов для биологического оружия», заведующая кафедра химии и медицины йогу Нелли Таттаева. Грузия – это одна из первых стран бывшего Советского Союза, которая в 2002 году подписала с Америкой договор о сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере. В сентябре 2004 года между Тбилиси и американским сенатором Лугаром был заключен договор о создании Центра общественного здоровья по Тбилиси в поселке Алексеевка. В 2006 году парламент Грузии засекретил деятельность Центра Лугара. Он был введен в эксплуатацию в 2001 году под видом помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями, но ни одного отчета о деятельности этой биолаборатории, как и других подобных учреждений в других странах, обнародовано не было, а значит, занимаются они совсем другими вещами. Некоторые из помещений находятся под усиленным контролем, и попасть туда можно лишь обладая определенным уровнем секретности. После смены власти в Грузии в 2013 году Центр был формально закрыт, но де-факто до 2015 года Пентагон оставался хозяином грузинской биологической сети, а спонсором биологических исследований и мониторингов они занимаются до сегодняшнего дня. Соответственно, военное ведомство США никоим образом не утратило контроль за созданными на американские деньги объектами в Грузии. По сути, США превратила Грузию в крупнейший за рубежом Центр биологических исследований, объединив свои военные задачи в области разработки биологического оружия с возможностями так называемых Центров по контролю за заболеваниями, то есть CDC. На сегодняшний день практически не осталось сомнений в том, что Центр ведет не столько исследования двойного назначения. Это было подтверждено еще в 2018 году, когда просвечились документы в СМИ, где американские дипломаты в Грузии занимались торговлей, замороженной человеческой кровью и патогенами для секретной военной программы. Эта порция документов в связи с войскорей о разработках в области создания образцов вирусов для военного применения, то есть, по сути, американские военные ученые были направлены в Грузию для создания агентов биотерроризма. Об этом практически прямо написано на официальном сайте CDC – это Система общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки. На сайте приоритеты для разработчиков сформированы так. К высокоприоритетным агентам относятся организмы, представляющие опасность для национальной безопасности, поскольку они должны легко растворяться или передаваться от человека к человеку, приводить к высокому уровню смертности и серьезно влиять на здоровье населения, вызывать панику и разлад в обществе и требуют особых действий по обеспечению общественного здравоохранения. Говоря о деятельности биологических, в частности, военно-биологических лабораторий, необходимо отметить, что мы можем только предполагать о тех исследованиях, которые там ведутся, поскольку не располагаем открытыми и достоверными данными. Но с уверенностью можно сказать, что любое внедрение, воздействие на природу в целом, несет в себе угрозу не только для человека, но и для всей биосферы, считает доцент кафедры химии и медицины ЙОГУ Марина Санакоева. На сегодняшний день в мире известно три вида оружия массового уничтожения. Это химическое, ядерное и токсинное. Ну, химическое у нас скреплено международными договорами и идет планомерное уничтожение накопленных запасов еще с Первой мировой войны. Ядерное также находится под контролем, но вот с биологическим оружием все гораздо сложнее. Несмотря на то, что в 1972 году была подписана конвенция и одобрена Генассамблеей ООН по биологическому токсинному оружию, до сегодняшнего дня механизмы контроля остаются под большим вопросом. Хочу сказать, что токсины, благодаря своей высокой физиологической активности, пригодны для выполнения самой сложной военной задачи, решаемой с помощью химического оружия, это поражение живой силы. Изучение механизмов поражающего действия токсинов открывает новые направления в химии и фармакологии токсичных полипептидов и создание новых боевых токсинов. Следующий химический аспект, которым нельзя, также нельзя пренебречь, это в рамках деятельности любых биолабораторий, это утилизация биоотходов. Значит, рассуждая о деятельности любой биолаборатории, также необходимо учитывать комплекс мер, направленных на полное уничтожение зараженных в результате проведения опытных исследований животных и для утилизации биологических отходов. Одним из распространенных методов утилизации органических отходов является кремирование. Поэтому на сегодняшний день в условиях сложившейся ситуации существует серьезная проблема химических выбросов и химической безопасности. Если называть вещи своими именами, то нельзя не признать, что объекты, размещающие свои химические отходы в биосфере, поставили над ней, можно сказать, масштабный опыт. И давно установлено, что действия на живые организмы химических выбросов из разных источников, они не просто суммируются, а в данном случае проявляется так называемый синергический эффект усиления взаимного влияния друг на друга, который может в нашем случае привести к непоправимым последствиям. Лаборатория Лугара. Безобидный центр или лаборатория смерти? Задалась вопросом в своем докладе преподаватель кафедры политологии и социологии йогу Анна Кутаева, четко и последовательно раскрыв все угрозы и риски, исходящие от обозначенного центра. Необходимо отметить, что за последние годы эти лаборатории растут как грибы после дождя на постсоветском пространстве. И бывший директор ФСБ Николай Патрушев отмечает, что единственный вывод из наращивания такого количества лабораторий на постсоветском пространстве это то, что США под прикрытием безобидных медицинских исследований в обход международных договоренностей усиливает военно-биологический потенциал. Косвенным подтверждением этому является и то, что американские делегации постоянно блокируют любые международные инициативы по верификации конвенции, что делает невозможным проверку деятельности данных лабораторий. Во главу угла хочу поставить главный вопрос. Американцы строят грузинам дорогостоящую биолабораторию. Чего ради? Вопрос. Второй момент. Соединенные Штаты присылают своих сотрудников для работы в данной лаборатории, а именно для исследования тех болезней, которые встречаются у грузинских военных. И вот тут я хочу вернуться к нашим девяти сотрудникам Соединенных Штатов, которые работают в данной лаборатории, и отметить тот факт, что сам Паата Имнадзе то ли говорит, то ли проговаривается о том, что эти девять сотрудников работают исключительно с грузинскими военными. То есть они исследуют только те болезни, которые есть у грузинских военных. И подыскивают, разрабатывают для них специальные антибиотики для лечения данных болезней. Об этом говорит сам Паата Имнадзе. И вот тут я хочу обратить внимание, вот любой дилетант, у которого есть эта информация, у него рисуется, формируется какая-то картина. Если взять гипотетически, что этот беспилотник, который разбрасывает зараженных комаров, используется против Южной Осетии. И на нашу территорию, на границе распылили этих зараженных комаров или любых других насекомых. Даже если предположить, что какая-то часть к ним вернется на их территорию, на их военную базу, у них уже разработан антидот, антибиотик, который способен справиться с этой болезнью, а мы к ней не готовы. То есть у меня вот связка с американцами и связка с этим беспилотником идет такая. Далее. Хочу привязать это еще вот к тем смертям, которые произошли в один день. А что если, например, это было так, что они искали антибиотик для какой-то болезни, и у них просто не получилось, у них провальное исследование. То есть там ведь нет никаких данных. Мы можем привязать и к этой ситуации. Это второй момент. Третье. Хочу обратить внимание на строительство самой лаборатории и отметить тот факт, что также, когда идет интервью с сотрудниками, они очень часто говорят о том, что вот, посмотрите, у нас нет никаких подвальных помещений или каких-то зданий, куда мы вас не пускаем. Но я не обращаю внимания на эту информацию, и она меня никак не успокаивает. По одной причине. В наш век высоких технологий можно построить любые подвальные помещения или какие-то отсеки, невидимые для посторонних глаз. И тут я хочу отметить, какой момент. Есть люди, которые рассказывают о том, что строители при данной лаборатории очень часто менялись. И в один момент уволили всех грузинских строителей, граждан Грузии, и наняли исключительно иностранных сотрудников. Это в основном были граждане Турции, да, и самих американцев. И вот почему бы... Какое у меня мнение? То есть это просто нежелание знать подноготную данной лаборатории, как она строилась, какие там есть отсеки и отделы. То есть сами граждане, они могут об этом проговориться в какой-то момент, да, а иностранные граждане, это их просто не интересует, либо им никто не поверит. То есть своим гражданам, конечно же, веры больше. Четвертый момент – это местные жители именно с поселка Алексеевка, которые постоянно жалуются, ну, их мнение, да, по поводу лаборатории, они постоянно жалуются на высокое давление, на онкологию. Они говорят, что у них практически все женщины остались без груди и на частые головные боли. И как раз Циала Георгиевна говорила, о тех филиппинцах, и я просто дополню, что они как раз рассказывают о четырех филиппинцах, которые работали, жили в поселке и работали на данной лаборатории, при строительстве данной лаборатории, а именно при прокладке труб. И в один день они все отравились, очевидцы рассказывают, что они были с пеной у рта и так далее, двоих из них удалось спасти, а двое из них с летальным исходом, конечно же, никто не проверял, от чего они умерли. Но местные рассказывают, что скорее всего при прокладке труб просто выпустили какой-то газ и они отравились. Они рассказывают также о том, что днем не бывает выбросов, они бывают исключительно ночью и цвет у них меняется, то он бывает красный, то зеленый и с таким ядовитым запахом тухлых яиц. И вот когда ветер дует в их сторону, то у них случаются сильные головные боли и вот все эти недомогания. То есть этот факт тоже нельзя списывать со счетов, это говорят сами грузины, сами жители поселка. И пятый момент, который наиболее принципиальный, который такой тоже базовый. Меня как гражданина Южной Осетии и Российской Федерации не может не беспокоить тот факт, что буквально на нашей границе в нескольких километрах хранятся тысячи наиболее опасных патогенов, которые в любой момент могут использоваться против нас. И когда задают вопрос заведующие хранилища, «А вы не начнете биологическую войну?» Она говорит, «Мы не начнем». Но учитывая тот уровень доверия, который существует между Грузией и Южной Осетией на сегодняшний день, веры во все это нет. Дискуссия, развернувшаяся после выступления основных докладчиков, еще раз выявила тревогу и озабоченность подъятельности США на территории Грузии и возможных последствиях для населения России и Южной Осетии. «Все мы должны быть готовы к любой ситуации. Теперь, как это, это я не специалист, но то, что меры определенные должны быть предприняты в защиту, я думаю, что мы как-то должны очень серьезно заняться этим вопросом. И, видимо, должна быть какая-то служба, да, ну, может, не подобная, но, во всяком случае, ответная, как ответная реакция у нас должны быть определенные, да, лаборатории или какие-то средства, да, к атаке вот таких веществ». «Я хочу дополнить из источника средств массовой информации по поводу именно деятельности вот этой лаборатории, что в 2015 году из средств массовой информации грузийских источников было заявлено, что погибли люди и погибли именно от Комго-Крымской лихорадки, возбудителем которого является вирус. А в том числе в 2016 году было еще заявлено некоторыми гражданами Южной Осетии в медучреждениях о том, что они инфицированы именно от насекомых болезнью боррелиозом, который называется еще болезнью Лайма, и источником его заражения являются бактерии. Но что самое интересное, что вот этот вирус Комго-Крымской лихорадки и боррелиоза, бактерия боррелиоза, они не характерны для нашей географической территории. Значит, это уже наводит на какую-то мысль, на определенную мысль. И еще вы сказали по поводу Чехии Сильвии. Да, он, значит, общественный деятель, к тому же еще, американский, и он в своем интервью заявляет о том, что, значит, эта лаборатория Лугара должна, оказывается, вообще, то есть, по тому, как они работают, исследовать домашних животных. А на самом деле они разрабатывают, разрабатывают и создают биологическое оружие на основе бактерий и вирусов. И причем в отдельных, секретных частях этой лаборатории работают исключительно иностранные ученые. А свои исследования они проводят на гражданах третьих стран. И были случаи заражения со смертельным исходом граждан Филиппин. Но, как вы отметили, в их историях болезни не было указано, отчего конкретно они погибли, в то время, как лаборатория должна была давать всегда четкие результаты своих исследований. Ажиотаж как раз-то в этом заключается, что мы конкретно не знаем, чем они занимаются вот в этих секретных отделах лаборатории. И, что самое интересное, какое сенсационное заявление сделал Джефф Зильгерман. Он сделал сенсационное заявление до того времени и по сей день, наверное, это является сенсацией, что биологическое оружие используется непосредственно для уничтожения численности населения для стран, которые богаты полезными ископаемыми. Полезными ископаемыми. это нефтепродукты, это природный газ, это такие страны, как, допустим, Ливия, Сирия. И причем как это делается? Это делается умещением численности населения путем повышения, превышения смертности над рождаемостью. И я так подумала и думаю, что вот то, что происходит на сегодняшний день, по-моему, это вот то, что и предвещало все это. И это касательно не только и конкретно Южной Осетии, но это вообще в мировом масштабе опасно и, конечно, будоражит весь народ. Это было всегда, патриархическое оружие было всегда, при любом властях, при любом режиме. И жили люди как-то, и мы, дай Бог, перенесем все это. Я думаю, что коронавирус это то же самое. Но я думаю, что мы все перенесем и будем радоваться жизни. В завершении мероприятия модератор круглого стола, помощник ректора йогу Лана Гоглоева поблагодарила всех за участие в работе круглого стола и за содержательные выступления. Продолжение следует...